Всем привет! С вами Ира и канал Готовим с Любовью! Сегодня выпекаем творожные куличи на сметане. Влажные и ароматные. Невероятно вкусная выпечка! Пасхи просто высший класс! Желаю всем удачной выпечки и хорошего настроения на целый день! Для теста нам нужны будут следующие продукты. 150 граммов творога, 2 яйца, 100 граммов сметаны жирностью 20%, 100 миллилитров теплого молока, 25 граммов свежих дрожжей или 8 граммов сухих, 100 граммов мягкого сливочного масла, 550 граммов муки, 180 граммов сахара, 1 пакетик ванилина весом 1 грамм, 1 треть чайной ложки соли, 2 столовые ложки коньяка, коньяк добавляйте по желанию, и 200 граммов изюма. Изюм сразу же заливаем кипятком. Сначала приготовим опару. В небольшую миску выливаем теплое молоко, добавляем 1 столовую ложку сахара от общего количества, добавляем свежие или сухие дрожжи. И добавляем 2 столовые ложки муки, также от общего количества. Творожные куличи на сметане по этому рецепту получаются очень вкусными, влажноватыми, ароматными, нежными. Хорошенько размешиваем, опару оставляем на 15 минут до образования шапочки. В другую миску побольше выкладываем творог. У меня домашний жирный творог. Добавляем сюда 2 яйца, добавляем сюда сметану. Обязательно все продукты должны быть комнатной температуры. Ванилин, соль и сахар. Всю эту массу пюрируем погружным блендером. Ну что, продолжаем замешивать тесто. Выливаем опару, перемешиваем ложкой. Добавляем 2 столовые ложки коньяка. Размешали. И теперь постепенно добавляем муку в тесто. Не все сразу. Я никогда не всыпаю все сразу. Мягкое сливочное масло мы будем добавлять в самом конце. Понемногу. И будем вымешивать тесто. Не забываем оставить пару столовых ложек муки на изюм. Это обязательно. Изюм мы добавляем после расстойки теста. Добавляем муку. И вот буквально осталось, видите, 2 столовых ложек. Отставляем в сторонку. И теперь добавляем еще сливочное масло по чуть-чуть. И вмешиваем в тесто. Вымешивать надо минут 10. Чем дольше будете вымешивать, тем воздушнее у вас будет тесто. Поэтому старайтесь. Снова берем масло. Видите, оно очень мягкое. И вымешиваем. Тесто становится липковатым, но так и должно быть. В миску, в которой будет стоять тесто, смазали растительным маслом. Еще вот хорошенько. Вымешиваем. Тесто слегка липковатое, но так и должно быть. Переворачиваем. Накрываем тесто полотенцем. И оставляем в тепле на полтора часа. Смотрите, как заметно увеличилось тесто в объеме. Теперь с двумя столовыми ложками оставшейся муки. Вот так перемешиваем изюм. Изюм я высушила с помощью бумажных полотенец. Перекладываем в тесто все. За это время вы должны подготовить формочки. Я смазываю их сливочным маслом. Выстилаю пергаментом. Все это у меня уже готово. Теперь вот хорошенько вмешиваем изюм. И вмешиваем оставшуюся муку. Теперь все очень просто. Умакаем руку в растительное масло. И сейчас будем заполнять наши подготовленные формочки тестом. Заполняем формы тестом приблизительно чуть меньше половины. Чуть больше одной трети и чуть меньше половины. Значит, у меня формочки большие. В диаметре 11, 12 и 13 сантиметров. Так, и еще добавим тесто. Теперь смотрите, в руках вот аккуратно-то подминаем. И выкладываем тесто в форму. Тесто заполнили на одну треть. У меня получилось две большие формы в диаметре 12 и 13 сантиметров. И две маленькие формы в диаметре 7 сантиметров. Оставляем наши куличики на расстойку. Расстойка по времени у нас заняла 50 минут. Куличи ставим в разогретую духовку на 180 градусов. На вторую полочку снизу. Режим выпекания вверх-вниз. Маленькие пасхи у меня выпекались 30 минут. Большие 40 минут. Главное, творожные куличи на сметане не пересушить. Это очень важно. Вот, смотрите, какой красивый. Ой, какой нежный. Боюсь даже дотронуться к нему. Такой мягкий. А какой аромат волшебный стоит на кухне. Вот именно, когда творожная выпечка, аромат выпечки особенный. Какие нежные. Боюсь даже придавливать. Такие мягкие. Бедные мои соседи. У меня через день витают такие ароматы. И второй куличик готов. Смотри, красивые. Убираем подставочку. И даем им полностью остыть. В разрезе я вам покажу маленькую пасху. Попросили меня иногда называть куличи пасхой. Ну, пусть будет пасха. Смотрите, румяные, красивые. Сейчас открою. Вообще, тесто прекрасное. Большие пасхи буду оформлять белково-заварным кремом. Ну и маленькую одну. А одну разрежу, покажу вам ее внутреннее содержание. Всем ведь интересно. Например, я никогда не буду готовить рецепт, если не увижу выпечку в разрезе. Но это правильно, я считаю. Берем нож. И разрезаем. Главное правило приготовления этой пасхи не пересушить. Смотрите. Вы только посмотрите, какое тесто. Куличи влажноватые, внутри нежные, мягкие. Если вы не готовили по этому рецепту, приготовьте. Рецепт вымерен до грамма, поэтому никаких оплошностей у вас не будет. Но я же все-таки вам рекомендую выпекать пасхи заранее, по нескольким рецептам. Выбрать для себя лучше и потом смело готовить на праздник. И на праздник готовьте пасхи по нескольким рецептам. Краффины готовьте, творожные. Ведь это так вкусно. Я в восторге от выпечки. А разрезать то разрезали, но не разломали. Так, поближе к экрану покажу вам. Вы видите? Ох, какая красота. Не любим сухие пасхи, любим влажноватые, вот как это. Пасхи получились идеальные. Всем рекомендую этот рецепт проверенный. Куличи влажноватые, ароматные, нежные. Понравятся всей вашей семье. Желаю всем удачного приготовления и хорошего предпраздничного настроения. С вами была Ира и канал Готовим с Любовью. До новых встреч. Пока-пока.